Продолжение следует... И теперь кратко о том, что это за проект, кто в первый раз, и небольшой анонс будущих наших лекций. Наш цикл образовательных лекций называется «Городская среда». Он посвящен городу, как пользоваться городом, что мы сами можем сделать для города. Он основан на опыте Международного байкальского земного градостроительного университета, который проходит в Иркутске уже 17 лет на базе технического университета. Было рассмотрено уже много тем на тему городской среды. Накоплен большой опыт, и это дает нам возможность с вами поделиться. Организаторами выступает администрация города Иркутска, лаборатория технического университета по изучению и проектированию городской среды, градостроительная школа, городской центр городских сообществ и центр приколовной урбанистики Иркутска. И вам по подробнее о программе представлена программа по средам, то есть градостроительная среда по средам. Практически все мероприятия будут проходить в этом зале. Подведение итогов у нас будет 1 июня. И следующая лекция состоится 17 февраля в зале мэрии, это Ленина, 14, в кабинете 23, на втором этаже. Вход будет свободный, мы будем всех встречать. И тема нашей следующей лекции будет как раз в рамках земного университета. У нас будет 2 лектора. Юлайн Ванденберг из Низерландов с темой. Структурные элементы для комфортной жизни в районах, на примере города Бреда. И вторая лекция будет от участника из Италии, но сейчас он живет и практикует в Гонконге, Китай, Андреа Бальволи. И тема будет такая инновационная, наверное, для Иркутска. Это тема горизонтальных поверхностей в Китае, исследования микрополярности. Тема очень сложная даже для нас, профессионалов. Мы надеемся, что он нам расскажет это более понятным языком. Итак, вы можете подписаться на нашу рассылку. Рассылка cpu.yarkutsksobaka.gmail.com Плюс те рассылки, которые мы делаем, мы считаем, что они проходят эффективно. И я готова представить вам нашего лектора, Елены Ивановны Григорьевы, с темой «Торговая ось центра Иркутска». Елену Ивановну в городе знают все, у нее множество проектов реализованных. Перечислять все на самом деле очень страшно, потому что вот лицо города, наверное, формируют такие высокие профессионалы, как Елена Ивановна. Здравствуйте, дорогие неравнодушные иркутяне. Я думаю, что это слово наиболее точно характеризует тех, кто здесь собрался сегодня. Здравствуйте, коллеги, которые здесь тоже присутствуют в зале. Меня попросили рассказать о больших проектах, касающихся центра Иркутска. Я действительно давно проектирую в городе, с 1978 года. Но в большинстве своем это объемные здания. Хотя несколько проектов застройки для групп живых домов наша мастерская тоже делала. И вот в последние годы, а именно с 2009 года, мне посчастливилось быть включенной в два таких, я думаю, очень важных для исторического центра города проекта, как 130-й квартал и Иркутский квартал, который вот только-только находится на старте. 130-й квартал, вот уж точно знают все в нашем городе, со всеми его достоинствами, недостатками. И я думаю, что вот по 130-му кварталу, ну что о нем рассказывать, его все уже посещали, все видели. Я немножко коснусь, но в основном, если это интересно, отвечу на вопросы. А что касается Иркутских кварталов, то здесь действительно большинство еще не знают. Хотя несколько презентаций этого проекта, этой концепции, сделанной в 2014 году, мы делали и во властных структурах разных, и в общественных организациях, в Союзе журналистов, в Доме архитектора. Ну и вот, наконец, на самого главного слушателя выходим. Ну, все-таки несколько слов о 130-м квартале. Как вы помните, в 2009 году областную администрацию возглавил Дмитрий Федорович Мизинцев, и это оказалось таким судьбоносным для одного из необычных кварталов в самом центре города. Необычный квартал тем, что мы привыкли, что кварталы, они все прямоугольные, а 130-й квартал треугольный, как бы изначально неправильный. Это квартал такой развилка, и его историческая судьба была то, что он омывался двумя путями. Верхняя Амурская и Нижняя Амурская улицы, это Седово и 3 июля сейчас называются, это пути, которые вели на восток из Иркутска, из Иркутского острога, на восток к Байкалу. Вот в этом его как бы гений этого места. И довольно неожиданно в августе 2009 года архитекторов собрали в одном месте, всех архитекторов, которые имеют какое-то отношение к истории, к историческому центру, и попросили быстро сделать концепцию регенерации 130-го квартала. Вот это был такой кризисный год, работы не было, и, в общем, желающих делать бесплатно какую-то работу тоже не оказалось, поэтому мы с Марком Григорьевичем Ильинировичем, он тоже читал эти лекции, я слышала, переглянулись и сказали, ладно, мы попробуем. Хотя сначала предложили сделать конкурс, но оказалось, что конкурс делать некогда, надо это сделать за неделю, и есть на то вот такое вот пожелание губернатора Дмитрия Мизинцева. И действительно мы посовещались, три там человека делали концепцию, это Андрей Юрьевич Макаров, Марк Григорьевич Мирович и я. Главная идея наша была, что этот квартал, несмотря на то, что там всего 6-7 памятников в архитектуре, должен сохранять наследие, и не только те здания, которые носят статус памятника, но и в идеале те здания, которые создают среду, характерную для Иркутска среду. И также мы понимали, что квартал в градостроительном отношении очень важный. Он лежит между крупными общественными пространствами, и в идеале он мог бы стать звеном цепочки общественных пространств, которая идет от Иерусалимского мемориального парка через теодральную площадь, ну вот через квартал, это вниз так мы по рельефу идем, и должен выйти на самое популярное на тот момент в Иркутске общественное пространство, бульвар Гагарина на реку Ангару. И тогда вот возникла идея, что в центре квартала, там где земля уже практически не использовалась, на бывших огородах, там где стояла пара бараков советского времени, можно создать общественное пространство, которое организует вот этот узкий необычный квартал, из которого как раз будет удобно посещать заведения, которые будут находиться в квартале, и будет интересно и приятно просто прогуляться. Я не буду рассказывать все перепитии, которые мы со своей идеей прошли на презентациях разного уровня, но через неделю мы показали это губернатору и его окружению, еще через неделю прилетел министр культуры тогдашний Агеев, одобрил эту концепцию и пошла ее дальнейшая разработка, насыщение объектами, привлечение инвесторов, и уточнение вот этой концепции переходящих в проект планировки, где уже было все вплоть до сетей, где были конкретные заказчики и множество архитекторов, множество проектных организаций было подключено, и каждая из них делала свою усадьбу в этом проекте. То, что получилось, мы с вами видим, с одной стороны там есть очевидные недостатки, ну, скажем так, те семь памятников, которые носили статус памятника, они были бережно и тщательно отреставрированы, несколько зданий тоже получили очень качественное второе перевоплощение, там использованы те бревна, которые были, просто подведен фундамент, подведен соколь. Некоторые здания, ну, в меньшей степени значимости для органов охраны наследия, к сожалению, исказились. Еще какое было благородное дело совершено в этом квартале, несколько зданий, памятников или утраченных памятников, памятников, судьба которых была, которые были обречены на уничтожение, были перенесены в этот квартал с соблюдением всех процедур согласующих. Это вот длинный такой серый, с очень красивой резьбой дом, чуть ниже планетария, он был перенесен с улицы Гаврилова. Их несколько домов было воссоздано по чертежам и поставлены на месте тех домов, которые уж совсем никак не сохранились и точно не представляли никакой ценности. Например, если смотреть от улицы Ленина, то самый правый угловой дом, вот это как раз дом, который когда-то сгорел в Иркутске, был уничтожен, но по нему был сделан в свое время проект реставрации, и поэтому он нашел такое свое место и возродился, как птица Феникс. Ну, два слова я все-таки скажу о результатах еще. Что авторы, честно говоря, не ожидали, что квартал будет пользоваться такой популярностью, что на какое-то время, которое мы сейчас как раз переживаем, туда фактически переместится центр активности, что квадратный метр в этом квартале будет иметь самую высокую цену в городе, и что квадратный метр аренды тоже самый дорогой именно будет в 130-м квартале. Для нас это показало, что иркутяне очень нуждаются в том, что мы называем таким общим понятием общественное пространство, благоустроенное общественное пространство, насыщенные событиями, насыщенные жизнью. Объясняем мы этот успех тем, что правильно поняли суть этого квартала, такую транзитную его суть, и, используя любимую нами теорию потоков, удачно расположили вот этот пешеходный бульвар, внутренний пешеходный променад, так скажем, правильнее будет. Ну, сейчас у нас другая задача. Есть возможность, есть понимание городской администрации и интеллигенции города, что этот успешный проект нужно совершенствовать, не нужно дать ему упасть ниже, нужно помочь ему подняться ближе вот к тому, что было архитекторами задумано на этом месте. И сейчас идет такой процесс, когда выявляются самострои в этом квартале, как мне недавно сказали, их уже 15. Идет упорядочение рекламы, это болезнь большинства городов, ну, в принципе, этот процесс идет сейчас по всей стране, в Москве и в Питере уже большие успехи на тему уместности рекламы в исторических центрах уже достигнуты. И я надеюсь, Иркутск тоже скоро сильно поправит свое положение, свой вот этот визуальный ряд, избавиться от визуального мусора. Ну, то есть, мне кажется, что есть надежда, что 130-й квартал улучшится в ближайшее время, ну, в том числе, надеюсь, и с помощью присутствующих здесь архитекторов. Ну, пожалуй, я закончу со 130-м кварталом. Если будут вопросы, вы мне их зададите в конце. И немножко об истории проекта Иркутские кварталы. В начале 2013 года, а именно буквально три года назад, потому что это было в феврале, потому что в феврале всегда проходит зимний университет, самая яркая такая площадка международного уровня высокого, где общаются архитекторы, транспортники, урбанисты, ландшафтные архитекторы, и где иркутяне, институт архитектуры иркутский, принимают гостей из Европы, из Франции, из Германии, из высокоразвитых стран и из развивающихся стран, в том числе африканских, азиатских. И на этих площадках обсуждаются самые важные проблемы Иркутска. И вот три года назад темой зимнего университета была «Общественное пространство». Мне посчастливилось в нем участвовать, и практической пользой из этой зимней сессии университета градостроительного было то, что руководство города заинтересовалось некоторыми фрагментами той системы общественных пространств, о которой мы говорили на зимнем университете. Заинтересовала торговая ось Иркутска. Торговая ось Иркутска, дальше я ее на все протяжении покажу на плане города. Это практически от набережной, от соборной площади, там, где вечный огонь, и до торгового центра Иркутска, вот в нынешнем нашем прочтении. Хотя в будущем можно считать еще дальше. И, в частности, такое место, которое сейчас как раз называется «Иркутские кварталы», это между торговым комплексом и торговым центром «Карамель». Это вообще было на тот момент, в 2013 году, это была, ну, можно сказать, язва на теле города. Состояние этих кварталов было просто ужасное. Ну, я не знаю, слова трудно подобрать, потому что ужасное – это тоже мягкое слово. Вот здесь вот есть аэросъемка этих мест. Целые кварталы были изувечены, на них были поставлены контейнеры, из которых велась торговля, в которых жили. И разные виды бизнеса там процветали, вплоть до того, что вот на этих плотных перекрестках стояли… Вообще, вот мы когда туда зашли, там звучала нерусская речь. Люди говорили там не по-русски, там был автовокзал, что было для меня лично открытием, Иркутск-Бишкек, Иркутск-Граница, вот такие вот вещи. И вот эта вот опухоль, она распространилась до того, что нам дорого. Начали просто выедаться уже деревянные кварталы, деревянные здания. Вплоть до того, что выпиливались проемы, объединялись окомные проемы, выпиливался большой проем, надешивались рольставни, и прямо из этих вот деревянных домов, из памятников в том числе, велась торговля. Несмотря на то, что я вот живу недалеко от этого места, я после долгого перерыва попала туда в первый раз. Мы с Алексеем Павловичем Кузьминым, одним из инициаторов этого проекта, руководителем его, провели съемку, ужаснулись. И, ну, как бы вот это вот решение заняться этой территорией в нас окрепло. Что собой представляет торговая ось? Это не просто выдумка архитекторов, это такая субстанция, которая существует в Иркутске очень давно, задолго до 21-го. Мелочной базар и хлебный базар. По улице Карла Маркса в то время проходила граница города, ну, граница как бы центра города когда-то. И улицы, которые соединяли вот этот мелочной базар и хлебный базар, то есть площадь труда там, где цирк, и площадь, где сейчас торговый комплекс и рынок. Улицы, которые их соединяли, она не просто вот улица, она там имеет коленца в районе улицы Карла Маркса. Это очень интересная история. Ну, вы знаете, вот как Москва росла, да? Был Кремль, Китай город, белый город, земляной город. Потом вот эти вот стены, по мере того, как город рос, стены разрушались, и там возникали кольца, бульварное, садовое кольцо. Вот в Иркутске очень похожая ситуация. Улица Карла Маркса, прямая и длинная, это была граница города, отгораживала, собственно, центр, острог от, в то время пригородной части. И если вы внимательно посмотрите, приглядитесь к родному городу, то увидите, что насквозь улицу Карла Маркса проходят только несколько улиц. Это Ленина Амурская, это Декабрьских событий, Ланская. Как раз в этом месте, в стене были заборы. Остальные улицы, большинство остальных улиц, они не стыкуются. Сухобатора заканчивается на Карла Маркса, Богдана Хмельницкого начинается, они не стыкуются. Также и улицы Пестеревская и Ивановская, Урийского и Пролетарская, они тоже не стыкуются, на Карла Маркса есть небольшое коленце. И тем не менее, вот эти два мощных магнита, мелочной базар и хлебный базар, они, естественно, создали вокруг себя поле, и вот эти вот улицы Ивановская, Пестеревская, Пролетарская и Урийского, они стали торговыми улицами. Дальше судьба этой торговой оси складывалась удивительным образом. В постсоветское время, когда шла конверсия, когда промышленные предприятия закрывались, в Иркутске они каким-то таинственным образом все преобразовывались в торговые центры. Ни во что иное, как в других городах, а именно в торговые центры. Это произошло с Восточно-Сибирским заводом станкостроительным, это же произошло и с заводом карданных валов. Таким образом, Иркутская торговая ось, а да, и оба эти завода, тоже таким вот таинственным образом, стояли как раз на той же линии. И вот вы видите, вверху возник торговый центр «Меркурий». Внизу этого чертежа, это уже за улицей Первой Советской, торговый центр, целый квартал торговый «Иркутский». Ну, еще в центре между торговым центром и центральным рынком и торговым центром «Иркутский» есть «Карамель», тоже фабрика кондитерская превратилась в торговый центр. Таким образом, вот это вот увеличение торговой оси, собственно, и привело к тому, что торговля продолжала концентрироваться на новых участках. На самом деле, торговую ось можно проследить еще дальше, туда в город, вдоль улиц, между улицами Байкальская и Партизанская, и фактически она заканчивается на улице Волжская. Там как раз есть рынок, там построено несколько крупных магазинов за последнее время. Вот получается, что никто особо не регулирует, а вот город растет каким-то организованным, правильным образом. на этой карте темным выделены самые главные точки, вот точки, объекты, здания, комплексы торговли. И территория, о которой у нас идет речь, вот если вам видно, я указочкой обрисовываю первая очередь иркутских кварталов, это вот эта часть, начиная от улицы Тимирязева, улицы Торгов, Подгорной с южной стороны и улицы Карла-Липкнехта с северо-восточной стороны. Состояние Торговой оси вам тоже хорошо известно, большинству из вас. Площадь труда, площадь цирка, она в более или менее приличном состоянии, хотя на ней возник в свое время самострой возле остановки Нерпенок кафе такой, он такой, немножко перегораживает торговую ось. Наверняка сейчас это все уже узаконено, но тем не менее в менталитете архитекторов иркутских это самострой и не очень-то он на месте стоит. Дальше, улица Пролетарская. Там возник симпатичный торговый центр СИЗО, который, в общем, даже тем, что он организован как пассаж, он дублирует, усиливает вот эту торговую ось. Правда, вход с улицы Свердлова не ярко выявлен, говорят, там должна была быть еще одна очередь, но вход со скверика на углу Пролетарской Карла Маркса очень уникальный. местно решен. Однако сама улица возле торгового центра СИЗО, она крайне неудобна. На правой верхней фотографии мы видим, что проход для пешеходов неудобный, еле-еле два человека расходятся. Все занято машинами по обеим сторонам улицы. Конечно, этот участок улицы нуждается в переросмыслении. Уж точно с одной из сторон надо убирать парковки. Спасибо. Сам торговый центр СИЗО должен пересмотреть свое существование и открыть свои подвальные этажи для парковки. Как, собственно, и было запроектировано архитектором Жуковским, как, собственно, и было согласовано городской администрации. Сейчас эти подвальные этажи вдруг постепенно из парковки превратились тоже в торговые площади. Это неправильно. Мы считаем, что ту сторону, из которой будут убраны автомобили, нужно уширять тротуар, делать его удобным и доводить до самого перехода через улицу Карла Маркса. Это составляющая часть торговой оси которую надо преобразовывать. Переход через улицу Карла Маркса мы предлагаем решать более современными средствами с большим удобством для пешеходов. С меньшим удобством, откровенно, меньшим удобством для автомобилистов. И вообще считаем, что такие вот ярко выраженные оси, как Байкальский луч, как торговая оси Иркутска, приоритет должен отдаваться пешеходам. Возможна организация велодорожки здесь, в некоторых местах, где это уместно, но тоже в непрерывном движении вдоль торговой оси. как и в Москве сейчас происходит, Иркутский исторический центр движется к тому, что движение для автомобилистов здесь не будет приоритетным, оно будет сокращаться, и город для того, чтобы избежать пробок, сделать центр более удобным, будет стремиться к тому, чтобы личный транспорт из районов не мог попасть в центр, не стремился в центр, предпочел оставить свой автомобиль немножко раньше и удобно добраться до центра на общественном транспорте. Дальше, после перехода через улицу Карла Маркса, следует традиционная торговая пешеходная улица Урицкого. Наверное, многие из вас помнят, какой привлекательной, притягательной была улица Урицкого в тот момент, когда ее только-только сделали пешеходной. Сейчас, к сожалению, среда на этой улице несколько деградировала. Она уже не такая многолюдная, эта улица, то есть люди не голосуют ногами за то, что на ней происходит. Хотя многие фасады приведены в порядок, хотя там и бренды поселились и так далее. Но времена другие и требуется другое качество среды. Вот улица Урицкого мы сейчас как раз занимаемся. Создается концепция благоустройства, освещения этой улицы, двух главных площадей, которые находятся. Они не площадь, они сейчас выглядят просто как уширение, но мы их трактуем иначе. и даже возможно еще в трех местах там есть возможность для строительства. И вот в частности вот здесь вот на правой нижней картинке есть такой замечательный фрагмент. Замечательный он для меня прежде всего тем, что до сих пор не приведен к исторической своей сущности. это был пассаж Юцисов. Уже сколько я себя помню, все время идет речь о том, чтобы его воссоздать. Помните проход такой напротив дома быта от улицы Урицкого до улицы Фурье? У этого магазина замечательные истории, физически его не так трудно восстановить и это следует сделать, конечно, привлекая или разных инвесторов в единое сообщество или какого-то крупного инвестора. И вот мы нашли несколько таких точек на улицкого и на прилегающих территориях, которые могли бы помочь, быть такими локомотивами для нового осмысления улицы Урицкого. Дальше идет торговый комплекс очень сложная территория и тут тоже можно вспомнить конец 90-х, когда рынок был реконструирован, достроен, югославские подрядчики там участвовали и вот это продолжение торговой оси, которое проходит между рынком и торговым комплексом, выглядело очень прилично, привлекательно, по-новому в Иргутске, это был такой прорыв, можно сказать. К сожалению, несмотря на то, что в нашем понимании 90-е годы являются годами хаоса, в 2000-е годы произошла метаморфоза и в общем-то негатив то шел от торгового комплекса. Постепенно он застроил Галилею, которая шла у него по первому этажу, потом он вышел на периметр своей территории и поставил там одноэтажные с архитектурной точки зрения никчемные здания. Он, короче, фактически огородил свою территорию вот этими вот магазинчиками. То есть здесь произошло обратное, вместо того, чтобы создавать общественное пространство удобное, благоустроенное, привлекательное, насыщать его событиями. Здесь просто расширялись торговые квадраты торговых площадей. И вот на нижних картинках мы видим вот эти коридоры между торговым комплексом и новыми зданиями, которые, конечно, не украшают исторические центры Иркутска. Сейчас по территории, прилегающей к центральному рынку, проходит архитектурный конкурс и вот 15 февраля будет работать жюри и подводить итоги. Мы очень надеемся, что команды архитекторов проектных организаций Иркутска покажут свое видение, свои разные подходы к этой территории. Ну, а проект торговой ось Иркутские кварталы, он прослеживает торговую ось между рынком и торговым комплексом. Меня вообще этот объект торговый комплекс удивляет. Но мало того, что завешан здесь рекламой, а между прочим, там архитектура советского модернизма и не самого плохого качества этот объект в свое время получил премию Совета Министров. Я понимаю, что большинству жителей и любителям Иркутска, исторического центра Иркутска объекты советского модернизма безразличны или даже может быть негативные к ним отношения. Но поверьте, что этот объект был до того, как его облицевали рекламой почти по всему периметру, далеко не самым плохим объектом советского модернизма. И вообще здесь хочется сказать о том, что исторический город, он ведь исторический не потому, что был какой-то выдающийся кусочек истории и он зафиксирован, а потому, что его история продолжается. И так же, как деревянное здание, так же, как сибирская порога, классицизм, ампир, модерн, конструктивизм, вот остановимся на модерне, все это представлено в Иркутске и более или менее бережно хранится. А другое дело, что для некоторых кажется, что история закончилась 1917 годом, и то, что дальше, это не ценно. Это не так. В Иркутске есть объекты конструктивизма, и среди них есть выдающиеся объекты конструктивизма, которые еще, к сожалению, не поставлены на охрану. А это неотъемлемая часть истории города, истории архитектуры города. В Иркутске есть замечательные объекты периода сталинского ампира, так называемого, период с 30-х до 50-х годов, до постановления об излишествах Хрущевского. К ним отношение более или менее такое лояльное. Их ремонтируют, воссоздают. В Иркутске есть эпоха советского модернизма, это 60-е, 70-е годы, 80-е годы. Ну, есть постсоветский период, который, конечно, еще сейчас трудно оценивать, всегда требуется какое-то время, но вот объекты иркутского модернизма, некоторые из них, объекты Павловской школы, они снискали всесоюзную в свое время, всероссийскую сейчас и даже международную славу в архитектурной среде. Ну, это было лирическое отклонение в защиту архитектуры торгового комплекса. Мне даже кажется, что странно, что он до сих пор называется совершенно безликим названием торговый комплекс, хотя тут есть такая подсказка, улица Дзержинского раньше называлась улицей Арсенальской, Арсенал. Ну, вообще, простор большой для фантазии. А вот этот объект, он как-то развивается не в ту сторону. Ну, вот здесь, на этом слайде вы видите, что творится с рекламой. Левый, верхний и правый, нижний это реклама на деревянных зданиях. Ну, это не буду комментировать, я думаю, те, кто здесь собрались, все прекрасно видят, что дальше так продолжаться не может. Вот на этом чертеже вы видите торговую ось на всем протяжении. Вверху она вот начинается фактически от набережной, новой набережной, идет через улицу Пролетарскую, через площадь цирка, пересекает улицу Карномаркса, пересекает улицу Карномарксова здесь в центре, дальше идет по улице Урицкого, обходит торговый комплекс, и вот дальше начинается территория, которая и является первой очередью Иркутских кварталов, начиная от улицы Тимирязева и заканчивая приблизительно улицей Первой Советской. Ну, как мы уже сказали в начале, эта территория сейчас представляет собой хаос. Мы предлагаем и хаос во многом благодаря тому, что здесь господствовала, главенствовала единая функция, одна торговая функция, которая поборола все, даже историческое наследие. Мы предлагаем торговую функцию здесь сохранить, сосредоточить, сориентировать ее на продолжение торговой оси, но внести разнообразие и находим там место и для объектов культуры, и для объектов разных профилей, в том числе образования, жилья и так далее. Об этом я расскажу немножко позже. Так, мне кто-нибудь время будет. 35, хорошо. А вот здесь вы видите, что вот эта торговая ось через мемориальный парк, несколькими путями через мемориальный парк, закольцовывается с театральной площадью, с площадью 130-го квартала, выходит на набережную и затем вот бульвар Гагарина до старого нашего моста, через еще несуществующую, но я надеюсь, в ближайшем будущем это будет сделано. конечно, это только для отдельных горожан будет по силу пройти все кольцо за один раз, но его участки это 10-15 минут ходьбы, довольно серьезные участки за 10-15 минут преодолеваются. это будет хорошая прогулочная система общественных пространств. Почему я говорю, что есть надежда, что участок набережной от моста до вечного огня в скором будущем благоустроится, потому что такие хорошие новости услышала о том, что концертный зал для Дениса Мацуева для классической музыки будет создан и что руководство города области договорилось с Иркутской Энерго о том, чтобы вот этот квартал, который я сейчас показываю, слева от сквера вечного огня, на нем разместился такой культурный кластер и в том числе концертный зал классической музыки. Ну и тогда уж, конечно, набережная будет воссоединена. Я уже сказала о том, что и улицы Уридского и пространство между торговым комплексом и рынком требуют переосмысления и вот здесь на картинках вставленных показано, какие там могут быть решения, просто подобраны аналоги. Вот наконец то, что сейчас называется Иркутскими кварталами. К Иркутским кварталам примыкает территория Иерусалимского мемориального парка, который тоже город озабочен и движение есть в сторону того, что из такой довольно заброшенной территории это превратилось в достойное место, в котором было бы приятно гулять. Ну сейчас разные авторские коллективы спорят по поводу того, как это должно выглядеть, как развиваться и как посещаться и как даже называться. Есть сторонники того, чтобы вернулось название Иерусалимское кладбище. Есть более умеренные топонемисты, которые хотели бы, чтобы это назывался Иерусалимский мемориальный парк. Именно для того, чтобы он был более посещаем жителями окружающих кварталов. И начинаем мы сейчас прогуляемся по этим кварталам, начнем прогулку с самой традиционной для Иркутска видовой площадки наверху лестницы. Площадка возле входа Иерусалимской церкви. Вход Иерусалимская церковь сейчас очень достойно выглядит, она была реставрирована. И вот мы считаем, что реконструкцию уместно было бы начинать именно с этой площадки и с Иерусалимской лестницы. Ну, может быть, кто там был недавно, уже заметили, что того павильона в виде подковы у подножия лестницы уже нет, лестница уже открыта горожанам. Вот это вот объемная модель так называемая, зеленая большая петля, вы видите, это Иерусалимский мемориальный парк. Здесь вид, верхний вид с площадки подле входа Иерусалимской церкви. Вот мы считаем, что это может быть самое важное, самое историческое, самое выразительное пространство именно за счет того, что верхняя площадь лежит на рельефе. И если у вас есть в домашней библиотеке замечательная книжка Иркутск в открытках, то там есть несколько видов, дореволюционных видов со входа Иерусалимской площади. Я ее так называю, возможно, она тогда так не называлась. Потому что оттуда панорамный вид, оттуда видно, на тех открытках старинных видно все доминанты иркутские церкви, в том числе тех, которых сейчас нет, Благовещенская, там где тридцатка на Карла Маркса, например. Но часть доминант сохранилась, и это пожарная каланча и отдаленные храмы возле сквера вечного огня, они все прекрасно видны и сейчас. Мы недавно сделали концепцию вот этой вот, это уже более детальное продвижение от концепции модных кварталов, мы сделали эскизный проект по лестнице, на котором выделяем верхнюю площадь входа Иерусалимскую, предлагаем способ благоустройства самой лестницы, ее озеленение, ее подсветка, что немаловажно, потому что это будет восприниматься с нижних улиц, с подножья Иерусалимской горы. И что особенно важно, понятно, что если мы идем от площади, спускаемся по очень парадной, по своим пространственным параметрам в будущем и по своему качеству лестницы, мы должны прийти не просто уткнуться в тротуар или еще не дай бог в какой-то павильон, внизу мы предлагаем сделать площадь, площадь небольшая, камерная, чуть побольше входа Иерусалимской площади, рабочее название у нас подгорная площадь. Здесь, кстати, в этих кварталах простор для тех, кто занимается топонимикой, потому что появляется несколько общественных пространств, которые требуют своих названий. Какие-то могут базироваться на исторических, каким-то нужно придумывать эти названия. Вот это подгорная площадь, рабочее название. Ее особенностью будет то, что эта площадь, в общем, это входы в деревянные кварталы Иркутска, в солдатские улицы, кварталы солдатских улиц, в том числе, и не только вот в Иркутские кварталы. И мы предлагаем выразить это вот во внешнем облике площади, а именно вымастить ее деревом. Сейчас вот в эскизном проекте там присутствуют два материала. Это традиционная для Иркутска лиственница, прочнейший материал, на котором, как вы знаете, стоит Венеция. Вот недавно была в Доме музыки в Москве там одна стена сделана и, как авторы говорят, из ангарской лиственницы. Почему бы и в нашем городе тоже сделать место, где можно будет самим увидеть, пощупать и показать гостям города лиственницу вот в таком натуральном виде. И я не показываю здесь эскизный проект, это еще немножко рано, но не исключено, что в этом году лестница будет приведена в порядок. Нижняя площадь еще вряд ли до лета успеть, но в будущем она будет вымощена деревом и сложный, интересный рисунок. Возможно, там будет водоем, фонтан или какой-то еще водоем. Во всяком случае, мы его нарисовали еще тогда, летом 2014 года, а уже потом, после того, как мы презентовали городу городской администрации этот проект, случайно на одной из 20 старинных карт Иркутска мы увидели мелкий-мелкий значок. И вот карта была оборвана, но тот край легенды, перечень условных обозначений, говорил о том, что на этой площади был городской колодец. То есть рисуя там фонтан каким-то неведомым чутьем мы угадали воду. Кварталы, которые лежат слева от лестницы два квартала 131 и 133 это жилые кварталы с деревянными домами. И мы предлагаем не производить там коренную реконструкцию эти кварталы в более или менее нормальном состоянии. Там живут люди. В основном это ухоженные усадьбы. Я знаю, там есть частный детский сад. Там есть, правда, один-два вкрапления таких не очень уместных. Мы предлагаем оставить здесь жилую функцию. то есть мы всячески поощряем создание нового жилья и помощь тем, кто там живут. Здесь вы видите некоторые фрагменты иркутских кварталов. Вот в частности очень интересная нижняя картинка это горный отрезок улицы Грязнова. Здесь более-менее все в порядке с наследием. Сама улица носит заповедный статус и даже вот эти лестницы, которые идут вдоль крутого горного отрезка улицы Грязнова являются охраняемыми объектами и за них можно быть более-менее спокойными. Здесь же на углу улиц Подгорная и Лапина сделан проект в АРПИ Агентство по развитию и тоже этот угол будет приведен в ближайшее время в порядок. Найдены инвесторы. На самой улице Подборной мы предлагаем восстановить те дома, которые были разрушены или видоизменены. К памятникам вообще очень строгое отношение. Все памятники должны быть отреставрированы, если они не в порядке, приведены в порядок. Если какие-то памятники воли собственников были уничтожены, деформированы, они должны быть воссозданы в соответствии с законодательством. А насыщение домов вдоль улицы Подгорной, конечно, там вот живая функция по периметру улицы Подгорной, она вряд ли уместна, ну, разве что где-то на втором этаже, что улица довольно узкая, тротуары узкие. Мы предлагаем там вот мелкий бизнес, средний бизнес, малый бизнес, микробизнес. В идеале это такие заведения, которые не требуют больших стояночных площадей. Ну, например, вот юристы, нотариусы и так далее, они часто работают по расписанию, по часам, назначенным стоматологам. и там приезжает одна машина, ставится в усадьбе, уезжает, приезжает другая и так далее. То есть, она не требует каких-то массовых парковочных мест. Мы не хотели бы, чтобы улица Подгорная, как это, к сожалению, предусмотрено генеральным планом города Иркутска, чтобы там была одна сторона полностью снесена, улица расширена до магистрали. Ну, и всячески боремся за то, чтобы она сохранилась в исторических красных линиях, а там, где утрачены деревянные дома, они были воссозданы на участке, примыкающем к крестовозвиженской церкви. Мы считаем, что, ну, это и не только мы считаем, и это большие авторитеты транспортники считают, что расширение улиц в исторических центрах, оно не снимает проблему пробок, что надо двигаться более современными путями, меняя режимы движения в историческом центре. А транзитная магистраль, которая нарисована в генеральном плане города Иркутска, которая проходит по Энгельса, Софии Перовской, потом вливается в улицу подгорную и приходит к подножию крестовозвиженской церкви, эта магистраль, она бы только усугубила тот транспортный коллапс, который происходит сейчас у подножия крестовозвиженской церкви. Мы считаем это недопустимо. Никакого транзита через исторический центр, транзита широких магистралей быть не должно. На этом слайде мы видим ту часть, вот слева внизу лестница, вот она, лестница, и справа идет тоже вот это вот подножье Иерусалимской горы. Весь вот этот квартал это склон, часть его зеленая, это территория примыкающая к кладбищу, пусть она и остается такой зеленой, и не надо ничего ставить вокруг входа Иерусалимской церкви, пусть она стоит на таком зеленом холме, а вот с нижней территории надо работать. Вот справа от лестницы, возле вот этой деревянной подборной площади, здесь территория нарушена катастрофическим образом, там просто были сняты огромные объемы земли, часть горы снята, и туда были вставлены контейнеры, контейнеры в два, в три этажа. Ну, сейчас понимание у собственников есть, что да, дальше так никто им не разрешит дальше так существовать, они готовы к тому, чтобы заниматься реконструкцией территории, и вот здесь вот, вот на этой площадке, поскольку просто засыпать туда обратно землю, которая была, не удастся, ну и на этом месте, в общем-то, были здания всегда, мы предлагаем укрепить склон, чтобы он дальше не разрушался, потому что контейнеры, конечно, не держат склон, и он может начать ползти, укрепить его зданиями, встроенным в рельеф. Эти здания должны быть невысокими, один-два этажа над поверхностью земли в каждой ее точке по рельефу, ну вот, совсем схематично они показаны на правой нижней картинке, но это не значит, что там должна быть такая архитектура, это показывает, какой высоты должны быть эти здания и вот этот прием террасности. По склону здесь мы предлагаем воссоздание и сохранение тех деревянных зданий, которые есть, а во втором ряду можно усилить жилую функцию, гостиничную функцию, которая здесь присутствует, новыми объектами, но новые объекты, они не должны имитировать старую архитектуру, это должны быть небольшие одно-двухэтажные иногда террасные объекты современной архитектуры, но из традиционных иркутских материалов, камень и дерево, дерево в современной интерпретации. Вот этот вот забавный тоже необычный конфигурации треугольный квартал под нож Иерусалимской горы, то, что он треугольный, это, конечно, так же, как и 130-й квартал, это из-за того, что там рельеф идет. В генплане города он предназначен для транспорта, весь покрашен в цвет транспортный, однако здесь уже много собственников, несколько памятников архитектуры, и мы даем ему другое звучание, здесь начинается та цепочка общественных пространств, которые пронизывают все кварталы. Вообще вот здесь это совсем другая ситуация, чем в 130-м квартале, там практически не было собственников, там было отселение, здесь все занято собственниками, и мы начинали этот проект, эту концепцию с того, что вместе с социологами беседовали со всеми собственниками, которые пошли на контакт, так скажем, и в их число вошли все крупные собственники, которые имеют ни один, ни два, несколько участков или крупные участки на этой территории. Так, время у нас заканчивается, поэтому немножко я расскажу. Мы посчитали, что исторически это место связано с теми международными торговыми контактами Иркутска, а именно китайскими. Еще до революции одна из улиц имела народное название «Китайская» и в летописях, и в книгах исторических мы постоянно встречаемся. Не упомянула, а надо упомянуть. Обязательно посмотрите книгу Елены и Александра Ладейщиковых «Вдоль Попестеревской». Там история улицы Урицкого описана очень досконально, с любовью. И там тоже, кстати, упоминается, что китайцы там и жили, и торговали, и так далее. И вот мы посчитали, тем более, что угол Байкальской и Софьи Перовской закрепился вот это уже данность такая торговым центром Шанхай-Сити, посчитали, что часть, примыкающая к улице Софьи Перовской, можно здесь вот отдать дань этим международным связям. Но отдать дань не на том уровне, на котором существовала тут Шанхайка, а на другом. То есть насытить ее объектами такими переходными от торговли к истории и культуры. То есть здесь мы предполагаем в идеале было бы уместно иметь галерею китайской живописи с продажей. Ремесленные учреждения, ну, ремесленные такие мастерские, в которых тоже показывались традиционные китайские ремесла, фарфор, как он делается, и можно было бы его купить, каллиграфия, как это делается, можно было бы этому научиться в школе каллиграфии, можно было бы купить такие произведения. Ну, и вот все те достояния культуры поднебесной, которые мы воспринимаем, любим и ценим, это вот находится примерно в одном из вариантов. Вот здесь закрытая такая китайская улочка, в одном из вариантов с превращением части улицы Софьи Перовской в пешеходную. Вот это показано как раз гостиница или жилье на склоне Иерусалимской горы. Вот здесь находится вход Иерусалимская церковь. Вот это фрагмент внутри квартала территории, где вот эти международные связи. Мы там даже придумали поставить на входе и на выходе вот этого небольшого участка вот эти традиционные ворота, которые стоят в принципе во многих мировых столицах в Париже, в Нью-Йорке. Там есть вот такие участки китайской культуры и китайской торговли. А поскольку у Иркутска есть два попротива в Китае, то вот одни ворота были бы посвящены одному из них, другие другому попротиву и может быть даже они бы их просто как-то сами сделали, подарили. Ну и конечно китайские ресторанчики тоже именно здесь были бы ужасны. Времени не хватает. Это вот аналоги как раз в европейских и американских крупных городах таких вот сконцентрированных пространств китайской культуры. Так, ну и вот мы сейчас с вами видим генплан, мастерплан двух кварталов, которые лежат собственно на торговой оси. Вот в верхней части находится торговый комплекс, в нижней части вот здесь находится карамель. Внутри между улицами Байкальская и Партизанская мы предлагаем проложить пешеходный удобный путь, на который будут сориентированы магазины и прочие заведения, лежащие вот по бокам. Ну это такое разнообразное пространство, в котором удобно быть, в котором удобно гулять, зимой там на расширениях может быть вплоть до того, что каток. А магазины сами связаны в верхнем уровне и в подземном уровне, там где парковка или торговля. Вот здесь вот есть такой набросок в объемном изображении, вот там желтеньким между домами проходит торговая ось. А здесь находятся двух-трехэтажные объекты, самоштабные вот этой исторической застройки и сохраняются с красными крышами, условно показаны памятники архитектуры. Есть даже предложение назвать вот этот отрезок Бульвар Миля, потому что на углу партизанской Тимирязева стоят торговые ряды Миля, которые принадлежали семейству, в котором родился великий наш вертолетчик. И вот это мы сейчас видим, смотрим как бы из окна торгового комплекса и видим вот это продолжение торговой оси до карамели. Торговые ряды Миля находятся слева на первом плане, а за ними мы предлагаем сделать сквер Миля с установкой памятника нашему великому земляку или вертолета. У него есть маленькие вертолеты первые модели, которые как раз примерно такого размера и есть. Вот это так мог бы выглядеть интерьер на разных участках этой торговой оси. Я думаю, что нам необъятного может быть не следует сейчас переключиться на вопросы. Два из кварталов, которые прилегают к улице Карна-Липкнехта, это жилье. Часть уже одного из кварталов занята офисами, а остальное это жилье малоэтажное или до пяти этажей. А периметр улицы Тимирязева и улицы Карна-Липкнехта и частично улицы Горная там сохраняются памятники архитектуры. Здесь мы нашли одну историческую доминанту, которая повлияла на планировочное решение, это каланча пожарки. Пожарная каланча тоже недавно отреставрирована, превращена в музей, и на нее мы выводим главную ось этих двух кварталов, тоже своеобразная внутренняя пешеходная улочка. Я сама себя останавливаю, скажу только, что уже создана автономная некоммерческая организация Иркутские кварталы, которая сейчас работает с собственниками, работает с городом, работает с потенциальными инвесторами, которая будет руководить проектом планировки этой территории, на которой будут разработаны все вплоть до сетей, и быть таким главным координатором всего, что происходит в этих кварталах. я надеюсь, что уже в этом году мы увидим какие-то первые результаты. в этом году году в